Попала шайба в губу. Рассечение сильное? Насколько вообще? Ну там маленькая дырочка, сейчас чуть потерпеть. Дог сказал, не надо зашивать. Я думаю, что скоро пройдет. Первый раз тебе попадает в лицо? Да. Им на шайбе, да, первый раз. Ну расскажи ощущения, насколько это приятно. Было неожиданно, а потом понял, что чуть-чуть даже больно. Привет. Ну какие же терпеливые парни играют в МХЛ. Я потом выяснил, зуб не вылетел, но шатается. Впрочем, наивно надеяться на то, что лицо всегда будет целым, если ты занимаешься хоккеем. На этой неделе Атлант занял первое место в серебряном дивизионе. Я стал звонить в лигу с требованием, чтобы они прекратили турнир, но не дозвонился. Видимо, там обсуждали пять главных событий недели. На пятом месте крупная победа Лока над Красной Армией 7-0. Где-то в подсознании понимал, что такое может произойти. У красноармейцев очень молодой состав. Команда в этом сезоне, например, проиграла Атланту, а опытных ребят там раз-два и обчелся. Ну и ярославцы не являются оплотом стабильности. Команда Лего Таубера, например, в этом сезоне уступила Академии СКА Нью-Йорк. Да и дважды СКА 19-46. То есть мы ждали какого-то равного хоккея, а получили игру в одну калитку. Справедливости ради стоит отметить, что ярославцы прошедшие 7 дней провели на одном дыхании. Они не только дважды обыграли Красную Армию, но и разгромили Спартак, а также возглавили Западную Конференцию. Жизнь в клубе налаживается. Отчасти потому, что вратарь Сергей Мурашов вновь выходит на потрясающий уровень. На четвертом месте смена лидера в списке бомбардиров. Долгое время в НХЛ лидировал Даниил Липский с Динамо Шинника. Но потом в белорусском клубе наступил кризис. Команда стала терять очки. И форвард в октябре вообще набрал лишь один балл в пяти матчах. Его сменил Егор Соловьев из Красной Армии. Этот парень в сентябре набирал очки в каждом матче. Рано или поздно такое должно было сработать. Но лидером Егор побыл совсем немного. Тут налет вышла Академия Михайлова. Так-то команда Юрия Наваренко провела на прошлой неделе лишь одну встречу. Но в матче против СКА Карелии было запрошено 6 шайб. Яромир Ермаков, который стал новым лидером, набрал 4 очка и вышел на первое место. У него 7 плюс 15. Никакого большого отрыва нет, но мы должны отметить нового лидера. На третьем месте последствия работы защитника Тимофея Уракова из «Реактора». Формально он совершил свои правонарушения две недели назад, проведя за 7 дней два боя. Но лишь в прошлый понедельник спортивно-дисциплинарный комитет решил наказать его на один матч. Но вообще стоило бы отметить агрессию защитника Нижнекамского клуба. Если первый бой был еще так себе, то в матче со снежными барсами все как у взрослых. Жаль только, что Тимофей пропустит принципиальную встречу против Ирбиса, которая состоится 20 октября. Но знаете, что самое удивительное? Получив два больших штрафа, Тимофей все равно не смог сместить с первого места главного грубия на лиге Егора Сурина из «Лока». Разрыв минута. На втором месте победная серия «Ладьи». Клуб из Тольятти в этом чемпионате проиграл только один раз, да и то в серии «Буллитов» в самой первой встрече чемпионата. А сейчас их победная серия насчитывает 9 матчей. И ведь не сказать, что календарь был удачный. Например, в октябре коллектив Сергея Лопушанского встречался только с командами «Золото» и всех переиграл. Это единственный клуб МХЛ, который пока не уступил ни в одном матче в основное время. В чем же дело? Ну, во-первых, еще перед сезоном руководство «Лады» пожурило молодежь за то, что они не попали в «Плывов». И еще летом было сказано, что так нельзя. Конечно, можно сделать скидку на возраст «Ладье». Она одна из самых возрастных команд лиги. Но это не всегда является ключевым фактором, хотя и важным. Просто все прониклись идеей и относятся к каждому матчу как к самому важному. На этой неделе «Ладья» сыграет с клубами Челябинской области. Причем уже в понедельник встретится с «Белыми медведями», которым и проиграли по «Буллитам» в начале сезона. И на первом месте очередная тренерская отставка. В «Соколинских акулах» после поражения в «Мытищах» решили поменять тренера. Виталия Соловьева заменил Сергей Бажухин, который уже работал на Дальнем Востоке. Понятны причины. Акулы в этом сезоне победили только один раз. А действующая серия поражений составляет 8 игр. Клуб на последней строчке в дивизионе. И, наверное, уже не стоит думать о попадании в плей-ин. Но, честно говоря, решение «Соколинских акул» кажется поспешным. Можно подумать, раньше команда выходила на второй этап турнира. Да нет, конечно. Да, поражение-то плохо. Но в каждом матче команда была где-то рядом. Все время не хватало какой-то малости. Не забывайте, что прошлым летом ушли взрослые опытные ребята, у которых был определенный уровень мастерства. Плюс Соловьев начал конфликтовать с игроками. И отчислил капитана Апоцкого. Больше всего не понравилось, что клуб вернулся к проверенному варианту. А не доверил, например, команду какому-нибудь молодому специалисту, желающему начать карьеру. Бажухин поработал уже во многих клубах лиги. И, честно говоря, ничем не запомнился. Спасибо, что это право. Главный тренер был у нас в сезоне 19-20-го года. Показал хороший результат для всей команды. Этот результат был лучший за всю историю существования нашей молодежки. Поэтому прошу вас любить и жаловать, слушаться, показывать лучшие результаты. Сегодняшний день начинается тренировочный процесс. Ребят, рад вас видеть. Всем доброе утро, добрый день. Мы с вами потом немного еще поговорим, немного поговорим, немного поговорим, пообщаемся по нашу ситуацию. Сейчас у нас все по расписанию, зал прошел. Сейчас у нас будет год, поэтому мы там увидимся. Вот мы в Тищах решили доверить новичку и не прогадали. Команда пока первая. Николай Лемтюгов продолжает знакомить нас с правилами своей карьеры. Проверяете телефоны у хоккеистов, чтобы они показали личные фотографии? На самом деле телефоны лежат вообще в отдельной комнате, их никто не трогает. Они перед игрой приходят, сдают, и они в закрытой комнате. Вот я этого боюсь, что меня кто-нибудь заснимет. Ну не заснимет, а запишет аудио, как я. И преподнесет это не в том контексте, в котором на самом деле я выражаюсь. Поэтому телефоны в закрытой комнате лежат. Не, серьезно, я думаю, парней нету с этим проблем. Я думаю, мы это все решили на предсезонке с тем случаем, когда это все было так, могло, как сказать, общедоступно, когда это было. Я слышал, там история была, что человек вышел на предсезонке в перерыве и начал копаться в телефоне. Был случай, мы играли с Красной Армии, 1-0 проигрывали, команда там реально сражалась, сбилась. И в перерыве после второго периода я зашел в раздевалку, и человек сидит с телефоном, пишет смс, но я его выгнал сразу с игры. Даже я спрятал свой телефон. Мы часто говорим о победителях, а что с аутсайдерами. Тайфун из Владивостока на последнем месте в серебряном дивизионе Западной конференции. Как там дела? Но не очень хорошо. В спортивных соревнованиях важен результат. Тут уж ничего не изменишь. Но когда дело касается турниров в МХЛ, то не всегда технические показатели дают объективную картину. Взять тот же Тайфун. Сглянешь на таблицу, плохо становится. 0 побед в основное время. 68 пропущенных шайб. Всего 2 очка после 13 матчей. Но мы-то в хоккее распираемся. Чего другого ждали? Главный тренер Юрий Кузнецов называет очевидные причины неудачного выступления. На самом деле мы испытываем кадровые проблемы. То есть одно дело, что у нас есть местные ребята, которых надо поддержать, так и вывести немножко на другой уровень. Ну и мы, к сожалению, практически никем не усилились. Потому что география дает о себе знать. И так просто пригласить игрока, который приехал на Дальний Восток, не так просто. Не едут? Не едут. По разной причине. Во-первых, наверное, и прошлый год дает о себе знать с точки зрения спортивной составляющей. Ну и основное, это, конечно, родители, учеба. Сейчас у нас на кону где-то 5-6 год, молодые ребята. Ну вот различные причины. Я как бы с начала сезона, с начала селекционной нашей компании, я вам честно скажу, 12 человек до нас не доехало. С теми, с которыми мы, скажем так, хоть как-то отсматривали и хотели пригласить их. Они играют сейчас в МХЛ? Вы знаете, не все. Не все. Кто-то играет, не буду говорить фамилии. Кто-то зацепился, да, но не все. Это странно, конечно. Постоянно слышишь от молодых хоккеистов, что невозможно найти работу. И тут есть клуб, который зовет игроков, но они не едут. Конечно, далеко, не спорю, но в карьере хоккеиста не все складывается комфортно. Впрочем, даже в такой ситуации есть место для позитива. Например, лучшим бомбардиром сейчас является местный парень Рафик Воросян. Да-да, он приморский, там вырос. Да, я ж не в Владивостоке родился вообще. А где? Ну, в Приморском, в Чугуевку, там, в село Чугуевку, в Приморском край. Приморский край. Приморский край. Ну и там, что там ничего нету, там ледовую арену построили в 2010 году. Я туда пошел. Все, на хоккей. Сразу, как открыли арену в 4 года. То есть, если подкрыли футбольную арену, ты был футболист? Возможно. Или баскетбольную, а баскетболист? Ну, здорово, что, то есть, действительно, кроме площадки ничего не было, да? Ну, да, ничего не было. Есть в команде и довольно знаменитые хоккеисты. Например, Никиту Шалышкина я помню по Красной Армии. Во Владивосток он попал в результате обмена, и многие ждали, что его будут подключать за адмирал. Но пока МХЛ, пока очень много поражений и очень плохое настроение. Сколько тебе тяжело? Ну, первое время было тяжело. Стараюсь как бы адаптироваться, не застрять на этом внимание. И так бы играть просто в хоккей. Ну, а сам ты с собой смирился, что вот ты мог бы быть в звезде, грубо говоря, у Хасанова, а оказался в тайфуне? Ну, не факт, чтобы я был в звезде. Почему? Может быть, я также в Красной Армии бы играл. Или в Красной Армии, но тоже. Ну, то есть, то есть. Получилось так. Буду надеяться, что смогу в адмирал еще призваться. Были ли у тебя разговоры какие-то с Тамбиевым? Он обычно говорит молодым игрокам, что надо в чем добавлять, что надо делать. Нет, не было. Тамбиеву сейчас не до молодежи. В пуллов бы попасть, задачи с него никто не снимал. В команде тайфун играет Егор Чебыкин. Его брат в основе Владивостокского клуба. А Егор пока делает первые шаги в молодежном хоккее. Ну, что у тебя брат довольно злой на льду. Там может втащить кого-нибудь. Ты-то какой? Я? Ну, если разозлить, то тоже можно. А он тебя бил где-то? Вот честно скажи. Да нет. Заразились вы? Ну, так. Поиграли только, можно сказать. Ну, как он меня ударит? У нас 8 лет разница. Ну, удобно ты мне ответишь. Не, не. Мы только так дурачились. В общем, 8 лет это тот разрыв, когда уже смысл мелкого бить. Ну, сейчас игрушки отбирать. Игрушки разного, да? Какие у него любимые? Ой-ой-ой. Да мы с ним в хоккей играли с самого детства. Трудно что-то советовать тренеру, чья команда постоянно проигрывает. Но мне кажется, что Юрий Кузнецов уж слишком сильно ругается. Я все время смотрю на него во время матчей. И ощущение, что ребята даже головы поднять не могут. Вы очень кричите на скамейке. Понимаете, тут ничего личного. И как бы этот орган больше, скажем так, это я вместе с ними живу, переживаю этот момент. Это где-то подгоняешь, где-то надавливаешь на какие-то точки. То есть здесь ни в коем случае ничего личного. Просто переживаешь и живешь. Ну, наверное, это мой такой стиль. Ну, кстати, после йортики так это все громко все. Ох, да не любят молодые крика. Не воспринимают они его. Я с вами прощаюсь. И хоккеистам напоминаю, что если вас позвали в сборную, то расслабляться рано. До свидания. Сборную, после сборной иногда у хоккеистов наступает спад. Типа я попал в сборную, все, мне жизнь удалась. Ну, это психология, мне кажется, не должно такого быть. После сборной, наоборот, нужно как можно больше, еще и лучше играть. Так что, я думаю, у меня не будет таких. Что Николай Александрович тебе сказал сегодня, когда увидел списки? Перед игрой не говорил мне. Я видел, может, где-то слегка расслабился, плохо сыграл за это. А так поздравил после игры. Николай Александрович, у вас игрока в сборную вызвали. Я знаю, только он, понимаешь, я это держал два дня. Сказал, никому не говорите, не будет сообщать. Он, видимо, где-то вычитал. И сегодня видел его, и городику... Я уже напихал. Вот, головой, как головой работает, не знал, и все, и все, и все, и все, и все. Дай бог, не закончил. Ну, давай, подпевай песню-то. Знаешь слова? Честно, знаю, но не совсем. Песня значимая для нашей команды.